Принято, опаздываю. Добрый день всем участникам и всем слушателям. Мы продолжаем наше чтение в книге Равашкин-Азеи Монитул «Тайны еврея». И немножко вернувшись к тому, о чем я сначала все-таки... К тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Собственно, все начало книги в большой степени было посвящено тому, чтобы объяснить нам некоторый парадокс. С одной стороны, мир, природа не смогла выполнить требования Всевышнего, и получился мир несовершенный. А с другой стороны, что именно таким мир и был задуман. И в отношении человека мы видели, что на человека возложены, видимо, какие-то определенные важнейшие функции в этом мире. Поэтому его несовершенство, которое было определено тем, что весь мир уже в несколько этапов отклонился очень сильно от того плана, который был у Всевышнего, природа не смогла создать человека таким, как он был запланирован. И пришлось Всевышнему вмешаться и создать его самому как бы. То есть в природном мире, с одной стороны, ожидаемо, запланированно было бы, чтобы природа могла создать человека таким, каким он должен быть, то есть обладателем нравственного чувства. А с другой стороны, это у природы не вышло. Мы в прошлый раз вроде бы остановились на том, что на этой идее, что природе теоретически, оно где-то в глубине оно существует, но оно не проявлено. И поэтому это выразило в том, что природа не смогла наделить человека нравственностью. И поэтому понадобилось вмешательство Всевышнего, который бы создал человека сам. Тем не менее, что я еще хотела сказать по поводу того, что в прошлый раз спрашивали у меня по поводу сидения от дерева добра и зла. Поскольку мы все-таки не занимаемся различными комментариями, которые существуют на это дело, а изучаем подход Маниту. Я пыталась найти, что может быть где-то в каких-то других местах Маниту разбирал. Это грех первого человека. Но пока все лучше я не нашла. Я при этом обнаружила, что есть еще несколько книжек Маниту, которых я до сих пор не купила. Но вот если я куплю, если я там найду, то может быть тогда я с вами поделюсь. Чем я хочу поделиться? То, что я туда нашла в комментариях к книгу Маниту и к его лекциям. Это то, что подчеркивается, что Маниту, в отличие от других, скажем, в отличие от христианства, он не ставил акцента именно на грехе первого человека. Потому что в христианстве считается, что вся порча, во всяком случае, так сказать, на первый взгляд не ставляется. Главная неправильность произошла при сидении дерева познания добра и зла. Из-за этого весь мир упал на очень низкую ступень. И это то, что человечеству нужно исправить. А для Маниту это не так. Он не хочет ставить на этом слишком большой упор. Для него главное это то, что в мире изначально все было сделано несовершенным. И человек, несмотря на то, что он сделан всевышним, он тоже несет в себе какие-то части этого несовершенства. Потому что у него есть и духовная природа, которая дает ему понятие о нравственности, и физическая природа. Поскольку он происходит от природы, от земли. Бог сделал его из земли. И это несовершенство приводит к тому, что он съедает от дерева познания. И это не главный вопрос, который должен он разрешить в процессе истории. Наш Медраж говорит, что во время дарования Тары евреи очистились от этого греха. То есть это как у некоторых действительно грех, который требует искупления. Его можно очиститься. Это не главное. Потом, собственно, после греха Тельца они снова как бы попали в то же место, где и были. Это вкратце. Больший акцент, как мы увидим в дальнейшем, Маниту делает на истории Кайна Эбеля, в которой он нам объясняет, что задача человечества – это решение, по его формулировке, решение уравнения бракств. Надеюсь, мы сегодня немного коснемся этого вопроса, хотя мы, конечно, не дойдем до Кайна Эбеля. Какие-то намеки на это, почему, откуда возникает конфликт, я думаю, мы до этого дойдем. Если не в этот раз, то в другой раз. Еще я хочу заметить, мы сейчас будем говорить о значении и форме букв, о гематриях и прочем. И вот тут есть комментарий Габриэла или редактора о том, что учение РАВа Ашкиназии, использование гематрии – это не просто украшение. Обычно в нем заключается зерно, полученное по традиции. РАВ часто предостерегал от неразумного использования гематрии, которые основаны только на математических играх. И это можно понять, потому что иногда, когда это передается по традиции, то за этим стоит некоторый важный смысл. А когда мы пытаемся… Есть даже сайт такой, на который ты можешь послать любое слово, и тебе скажут, чему равна его гематрия. Если гематрия совпадает, это вовсе не означает, что есть какая-то близость. Лифамин иногда… Извините, как говорил один психотерапевт известный, сигары – это просто сигара. То есть иногда это может что-то значить, иногда это не значит. Еще одно добавление, уже никак не связанное с маниту, но то, что иногда… Возможно, я сейчас отвечаю на вопрос, который никто здесь не будет задавать, тем не менее, поскольку этот вопрос меня само беспокоит, и мне кажется важным какое-то объяснение этому дать. Мы очень часто толкуем формы букв в медражах и в разных каббалистических комментариях. При том, что мы знаем, что в эпоху храма, например, Израиль первого храма пользовался другим алфавитом. То есть буквы были… Ну, не то, что совсем другим, форма букв была другая. Большинство букв, скажем так. И потом, когда пришел Израиль, он ввел в практику пользование квадратным шестью. И задается вопрос, как же так? Мы трактуем здесь буквы так, как будто они были такими всегда. Ну, на эту тему вообще есть в Талмуде большое разногласие. Как соотносится эти два шрифта? Может быть, Тара давалась в квадратном шрифте, он был потом забыт или нет? Или он был дан в древнееврейском алфавите? По этому поводу есть разногласие даже у наших мудрецов. Но я хотела привести интересный комментарий, который я слышала от важного одного родина, Рава Казахского, который сказал, что не случайно меняется форма букв, а это отражает какие-то фундаментальные изменения в мире. И действительно, в этот период персидский происходит в мире фундаментальные изменения, исчезает пророчество, потом происходит разрушение храма и так далее. То есть мир очень сильно меняется, и то, что происходит изменение букв, это как-то отражает изменения в мире, изменения, которые потом позволяют возможности трактовать буквы и слова под нескольким другим углом или в другой проекте. Это то, что я хотела сказать. Может быть, это может быть и лишнее, но мне кажется, это важное соображение. Все, что в общем происходит, оно происходит не случайно. Но мы сейчас толкуем буквы так, как мы знаем, так, как мы к ним привыкли. тут Рав Пашкенази говорит в Кабале физическая реальность, обозначает числом шесть или буквой ВАВ. ВАВ – это численное значение его шесть. Ее численное значение шесть, и она символизует шесть измерений пространства или шесть направлений, существующих физической реальности этого мира. Вправо-влево, вверх-вниз, вперед-нага. Кто-то может сказать, что мы живем в трехмерном мире, откуда взялось шесть. Но трехмерность – это условность, на самом деле. Если мы возьмем кубик, у него есть шесть граммей. Нет, это другое описание той же реальности. Но, в общем-то, если брать полную систему координат, у нее есть шесть ветвей, то это тоже как бы не должно нас беспокоить. Поэтому буква ВАВ – это буква пространства и времени. Божественный Юд, то есть, когда происходят изменения в мире, то Юд превращается в ВАВ. Таким образом, ВАВ – Май, которая стоит Мем Юд Мем, превращается в Парок, в Мун. И что это означает? Что Высший мир трансформируется из первичных вод, которые были на небесах. А когда воды разделяются, внизу он трансформируется в несовершенную земную реальность. то есть, внешний мир, эти самые май, условно май, скажем так, воды, которые существуют в начале творения, они разделяются и в земной реальности, в материальном мире, возникает, из Юды возникает ВАВ, и это отражает то, что в мире возникает несовершенство. Тут говорится, природа в своей основе несовершенна. И это помогает нам понять гематрия, по которой Мун и Тева тут не совсем верно. А, Тева надо. Природа, не просто природа, а вот именно вся природа. Это надо было написать Тева большой буквы здесь, наверное, по-русски. Всегда потом замечаешь, когда внимательно читаешь то, что мы замечали при проверке. И это равно ЭЛУКИМ. ВОВУ. Если кто-то будет проверять, то нужно добавить слово Тева по КУГЭЙП, тоже получится 86. Вот тут у нас есть эта гематрия, есть слово Тева на самом деле, которое тоже, мы могли бы задать вопрос, откуда это всеилось. Это современное слово, оно возникло в значении природы только в средние века. То есть, относительно современное. В средние века оно возникло. Но нету его в Танахе в таком значении, и его нету у мудрецов в таком значении. Тем не менее, значения, которые там встречаются, они как-то связаны. Неслучайно из них потом, не случайно, я думаю, получается слово Тева, потому что, с одной стороны, это печать, в таком смысле, безусловно, оно существует, и в Танахе, а кроме того, это связано со словом Табаат, кольцо. И так получается, что в результате, в соответствии, так сказать, какими-то внутренними пониманиями в средние века стали употреблять слово Тева в понимании природы, в понимании нашего мира. А Табаат, это, в общем-то, если мы обращаемся к табалистическим образом, то Табаат, это игуль, круг, окружность, это символ нашего природного мира, в котором все идет по кругу. Можно упомянуть книгу Калхелленд, которая все идет по кругу, все возвращается на круги свои. Можно сказать, что это мир, в котором нет никакого направления, никакого движения, нет никакого иерархии, приоритета, добра и зла. То, что все находится на одинаковом расстоянии от центра, все хорошо, все, все одинаково достойно и равно. Это свойство природы. Мы не можем, так сказать, судить волков за то, что они едят сальчиков, потому что это природа, так это устроено. И мы не можем предъявить претензии к ветру, к урагану, к цунами. Это природа. С одной стороны, а потом, с другой стороны, вот это слово означает печать. То есть, тем не менее, это некоторый отпечаток. Об этом стоит подумать. Отпечаток, который оставил в мире Всевышний, и можно его видеть, можно его не видеть. Ну, вот мне так кажется, у меня такие ассоциации. Может, что-то добавить, Андрей? Нет? Ну, тогда продолжим немножко дальше. Героида – это место, имеющее недостаток. Ну, об этом мы говорим. То есть, с одной стороны, мы видели, что он, мир – это мир, в нем нет клубы, в нем нет ничего такого. Но, с другой точки зрения, с точки зрения творения, с той точки зрения истории, которую мы изучали, в нем есть недостаток. Однако, только проходя именно через естественный и физический мир, через мир действия, через мир, имеющий недостатки, человек подвергается испытанию, может удостоиться жизни, данной ему как дар. Это все будет более подробно в дальнейшем. Жизнь, данная ему как дар и какая его задача связывается. Успех человека зависит от того, сможет ли он снова поднять снизу вверх то, что творение испортило. То есть, оно не дотянуло до того плана божественного, задачи, который был перед ним подставлен. При развитии мира сверху вниз. А человек должен исправить снизу вверх. Человек должен с помощью своего выбора исправить то, что творение испортило. Стих береши «Колючки тернёмник произрастит и будешь питаться полевой травой». Раша комментирует так. Земля, когда ты засеешь ее разными семенами, произрастит колючки тернёмник. И гундели, и чертополок они съедобны после исправления. То есть, это всякие такие травы или растения, которые, в общем, можно как-то обработать и съесть. И что это символизирует? От того, насколько успешно нравственный человек реализует цель, поставленную перед ним в мире природы, зависит судьба всего несовершенного творения, которое стоит, ждет избавления. Это тот путь, которым, согласно старе, происходило творение. Однако здесь, на этом этапе начинается нечто новое и неожиданное. Это тоже как бы показ поля, а дальше будет более подробно. как только появляется человек, которого Бог сотворил своими руками, творец прекращает всю работу свою, которую сотворил, чтобы делать. Творец прекращает организовывать и домыровать сотворенное, нечто из ничего и полностью перелагает на человека ответственность начать собственную работу. Я дочитаю до конца главы, а потом еще, если будут вопросы или добавления. Закончили шесть дней начала, те шесть этапов, во время которых придавалась форма первичной сотворенной материи. Мир подготовлен и организован достаточно для того, чтобы он принять в себя человека и венец творения. в конце шестого дня в мир помещен человек, мир превращается в природу, а творец бездействует. Можно сказать, что с точки зрения творца работа готов к запуску. Это такое заключение первой главы. Нет, второй главы. Все можно добавить к этому. получается, что творец человека поместил в качестве своего заместителя. Творец не действует, а действует теперь человек, который по образу и подобию творца продолжает эту работу по преобразованию, обладая выбором. и без человека ничего бы не менялось в этой реальности. Да, можно так сказать, я думаю. Да, наверное, так. Можно сказать, что он заместителем работает, я не знаю. Будет ли это точно? В принципе, это действительно так. Потому что именно для этого возможно, его и сделали по образу преподавали, чтобы он действительно был в состоянии выполнить эту работу, которую природа сама по себе не могла выполнить. В природе было в большей степени сокрыть и такой в принципе даже оставаться. Ну, при этом творец все-таки в 6 дней, вот эти кардинальные преобразования вершил. Человек по сравнению с этим мало что делает. По сравнению с этим. Может быть, все-таки он в целом за все эти 6 тысячелетий сделает что-то подобное и как-то значимо преобразует природу? Ну, в общем, да. Может быть, где-то важно. Конечно, если мы сравниваем с творением, что там, это похоже на какие-то пьюты, не знаю, как сказать, то, что мы в Емки-Пур производим, Маосе, Дела нашего Бога. А что из длинной пиу Дела Бога, которые мы читали несколько дней назад в Емке был. И там одна строчка. А что сравнивать с этим делачем? Ничего, совершенно. Он не считается. Ну, это некая позиция автора этого произведения. Это позиция, с которой мы приходим в Емки-Пур, когда мы просим Всевышнего искупить наши грехи. Потому что осознаем, что действительно мы очень несовершенны. И мы говорим, в общем, мы делать ничего не можем, что мы, что мы, помоги искупить. Это другая позиция, да? На самом деле, другие человек должен создавать, что на него возложены огромные задачи по исправлению. И конечно, по сравнению с Всевышним, с его делами, с творением мира, мы можем добавить еще немножко, но вот это немножко, оно критично. Пока мы его не доделаем, мир будет несовершенен. Готов почитать немножко, давай. Глава третья о свободе и поиске. Да, я должна сказать, что это «хофиш в эхипус», это здесь есть в некотором смысле игра слов, но в русском языке это не «человек и мир». И вот в мир входит седьмой день творения, он же суббота творца. И с этого мира созидания, и с этого момента мир созидания становится миром природы. Природа в Торе это мир, в котором творец невидим и сокрыт. в этот мир встроены и закреплены циклические и периодические законы, которые представляются совершенно обязательными, непреложными и детерминистскими. Основное различие между концепцией творения и концепцией природы в том, что концепция природы совершенно не приводит к осознанию творца, в то время как концепция творения включает в себя творца. В основе вопроса «кто сотворил их...» Это цитата из Эшиял. Это довольно часто использована цитата. Мясо Элли. Мясо Элли, да? Да. В основе этого вопроса лежит аксиома, гласящая, что у мира есть творец. Творец – это один из эпитетов Всевышнего. И можно с уверенностью утверждать, что такой вопрос может задать только тот, кто уже знает о существовании творца мира. Тот, кто не осознает существование творца, может увидеть в мире только законы природы. Это на самом деле это очень нетривиальное такое, если подумать, высказывание. Он говорит, что из природы ты просто не знаешь ничего о том, что у мира есть творец, ты не найдешь его. На самом деле теоретически я думаю, в природе нам тоже нужно найти творца, но для этого тебе все-таки необходимо знание, что он есть. Тогда ты знаешь, что искать. А если ты не знаешь, просто глядя умозрительно на природу, ты его не увидишь, он действительно хорошо в ней скрыт. А вопрос, кто такой, это вопрос какой-то совершенно базовый. Даже если мы не знаем на него, как отвечать, кто сотворил этот, 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 Базовый вопрос, к которому человек обращается от Бога и говорит, ну кто ты, мы пытаемся это постичь всю нашу жизнь, на самом деле однозначный ответ мы не знаем, хотя мы можем его определить во всех случаях творца. Мы знаем, что мир сукровен. То есть получается, что у нас нет никаких шансов постичь творца пробуждением снизу. Все, что мы знаем о нем, это того, что он нам раскрылся. Это продолжение того же, что природа сама не смогла сотворить человека и пришлось ему вмешаться? Возможно, да. Может быть, если бы она смогла сама сотворить человека, то тогда мы могли бы из природы выглядеть. С другой стороны, теоретическая возможность этого существовала и, значит, она и существует. Просто без намеков мы не поймем. У меня такое ощущение. Здесь это не сказано прямо, но это у меня такое ощущение. То есть для того, чтобы человек нашел Бога в природе, ему нужно откровение. Тогда он знает, тогда он начинает вопрошать, кто он. И тогда он пытается найти его и в своей жизни, и в природе, и понимает, что природа тоже, в ней есть тоже, он есть в силе. не полностью трансцендентен в этом смысле. И, собственно, человек привносит присутствие творца в природу своим служением. Я думаю, находит. На самом деле, это различные концепции, по-моему. множество. То, что я знаю, это, то, что мне кажется, это более правильно сказать, находит. Но есть некоторые, которые привносят. Ну, раскрывает. Утро седьмого дня творения занялось после того, как творение мира завершилось. Мир во время шести дней творения во многом отличается от того мира, с которым мы знакомы. Во-первых, это мир без человека, и поэтому в нем нет также времени, принятым и знакомым нам из человеческой истории понимания. Эти шесть дней, в кавычках, миротворения представляют собой процесс, в ходе которого мир находится в состоянии постоянного изменения и изумления, а его цель построить себя так, чтобы стать подходящим местом для человека, который будет в нем жить. Человеческая память не может включить в себя то, что было до шестого дня творения. Если бы не откровения, данные нам через Тору, мы были бы вынуждены принять мировоззрение, опирающееся исключительно на естественное мышление. Торе это известно, и поэтому она говорит нам о творении мира, хотя она признает, что человек способен увидеть только природу. Она описывает нам творение, которое изменялось и формировалось, зная, что между этими двумя мировоззрениями есть фундаментальные противоречия. поэтому Тора описывает нам состояние мира в начале процесса, до сотворения человека, чтобы помочь нам узнать мир, в котором мы живем в настоящем, через понятие субботы Творца, представляющий собой мир творения, ставший природой. Мне кажется, здесь немножко то, что я говорила, когда мы вникаем в то, что Тора описывает нам в начале процесса творения мира, то, что он пишет, он помочь нам узнать мир, в котором мы живем в настоящем. Это помогает нам увидеть Творца и в настоящем, в настоящем природе. Это некоторая схема, некоторая конструкция, которая помогает человеку увидеть мир, человеку, который принимает концепцию творения, помогает увидеть Творца и в настоящем мире, в котором он живет, несмотря на то, что он вроде бы и не похож на мир творения. Тем не менее, они связаны. Так мне кажется. Ну, то, что называется одинарное скрытие, да, что изучают Тору, мы понимаем, что Творец скрыт. Это значит, что он есть. А без этого у нас было бы двойное скрытие, что мы не знали бы, что есть тот, кто скрыт. Потому что Тор нам описывает, как он скрылся. Причем там много этапов скрытия, потом еще золотой телес, и так далее. Потом разрушение храма, это тоже все различные фрактальные этапы скрытия. Ну, на самом деле, да, действительно, потому что то, что разворачивается в истории, оно в каком-то смысле идет по схемам, которые заложены в начале творения. То есть время, которое начинается в нашем понимании, оно разворачивает идеи, которые находятся, может быть, даже даже и выше. Дея сама по себе не связана со временем, но она разворачивается во времени. Дея сокрытия, это сокрытие. Но в реальности, в истории, оно проявляется определенными, определенных событиями. Ну да, и разбиение сосудов, вот эти катастрофы, то есть они постоянно происходят, повторяются. И теперь даже в истории есть такая память о том, что когда-то было по-другому. Как Рафшерки говорит, что в мифах народов мира есть память о том, что были когда-то времена, когда боги ходили по земле. На самом деле это было присутствие Шхины во время храма. Ну и теперь у народов тоже есть такая память. Они по-своему ее называют совершенно. Но фактически это то же самое, что что-то было, а потом и потеряли. И вот мы теперь это ищем. Это все на подсознательном уровне чувствуют. А Торо говорит самое начало этого. Ну она раскрывает там схемы, я бы сказал. Схема, да. Схема существует, она может существовать там, условно очень говоря, где-нибудь нарисован на стенах. Она не развернута во время. Но по этой схеме потом происходят события какие-то. Те же разбиение сосудов или сокрытия. Идея есть, а мы ее познаем только во времени, а не в абстракции. где мы остановились. Однако это понимание мира, открывающиеся нам через Торо, требует времени и концентрации. То есть Раф тоже говорит, что мы через Торо начинаем понимать наш мир и творца, который скрыт за ним. Потому что наши впечатления от этой жизни часто совершенно отличаются от того, что описывает Торо. Мы видим только декорации внешности, природу. По сути, идея творения основана на берег, во время как опыт реальности, существующий вокруг нас, материален, естественен и чувствуем. Тут как бы они должны накладываться и не всегда это наложение происходит нормально. Чтобы вернуться и испытать то, о чем рассказывает нам Торо, каждый считатель должен приложить усилия, двигаясь в своем личном внутреннем ритме. И это методологическое замечание, но не то не так необходимо, но когда он говорил с учениками, это очень важное значение. Каждому человеку, у каждого человека, как я понимаю, собственная судьба, собственный опыт, собственное представление, и когда ему открывается идея творца, идея творения, и он должен как-то это совместить со своим восприятием природы, это очень индивидуально происходит. Мы живем в мире природы, но это не природа философов, а творение творца мира, который отдыхал всей работой. Вот этот мир природы, мы можем на него смотреть по-разному. Я еще раз скажу, что он себя философом не считает, и когда он кого-то называет философом, это такое нелестное название, я думаю. Хотя, как я рассказывала, он был в группе, в большой группе философов еврейских, которые возрождали в Франции еврейскую жизнь, и не только он, есть много известных имен в этой группе, безусловно, он не пренебрегает ни своими учителями, ни своими друзьями, или соратниками. Тем не менее, мне кажется, мне кажется, что термин философ у него имеет какое-то такое специфическое значение, он не имеет в виду вообще всех философов, а конкретно философов, которые делают выводы о природе, о человеке, о мире, и даже о Боге, просто из наблюдения за миром, не принимая во внимании откровения. Поэтому он противопоставляет природу философов творению Творца мира. То есть очень важно, как ты смотришь на мир. Если ты видишь в нем только естественное проявление, ты и выносишь за скобки Творца, то ты не увидишь его в уме. А в мире субботы Творца начинается история человека. Таким образом, в нашей реальности существуют две отдельные сущности. Во-первых, мир как нечто безличное. Другой что? То есть это не кто, а именно что? Безличность. Мам. Природа, в которой нет ничего личного, в отличие от другого человека, в отличие от Бога. Ибо этот человек как нравственное создание, личностная сущность. То. То есть мир. В человеке заключены два измерения, которые как будто бы противоречат друг другу. Стол это материальное тело, подчиняющееся детерминистическим законам природы. И кто? Это мир. Его душа, сознание и разум. И то, что сказано в поте лица будешь есть хлеб свой, пища это мир, то есть он поступает в пищу человека, из внешнего мира, который превратился в человека. Собственно, все наше тело основано на той пище, которую мы едим, которая приходит из внешнего мира. Когда человек перестает есть, он сначала теряет ми, а в конце концов и ма и умирает. Есть какая-то неразрывная связь между ма и ми, именно человек. Численное значение слова человека равняется численному значению слова что? Ма. И в этом есть намек на то, что мир осознает себя через человек. когда человек перестает есть, он сначала теряет свой компонент кто, а в конце концов и сам компонент что? Человек по численному значению исчезает с его смертью. Тут очень интересно происходит такой феномен, что человек становится представителем мира. Он часть этого мира, поскольку он связан через питание, через еду, он весь сделан из материи, и при этом в нем есть мир, то есть есть другая сущность, личность. И поэтому он связывает материальный мир с чем-то, скажем, духовным. Как он здесь говорит? мир осознает себя через человека. То есть, ну, как я понимаю, что человек, он некоторый рупор мира, или действующее лицо мира, действует в мире не кто, кто способен действовать в мире и изменять мир, а без человека? Что скажешь? Кстати, если человек с артиклем, да, Адам, то это будет ми. Да. 45 плюс 5. Это будет ми. Да, вот этот человек с большой буквы, скажем так. Да. Адам. Да, но тогда это не Адам. Не Адам решен. Потому что Адам решен это его как бы имя. К нему артикль не приставишь. Это я так чисто занудствую. Адам это интересная мысль. Возможно, да, это говорит о личности. Когда просто Адам, это нечто абстрактное. Ты не знаешь, кто этот Адам, кто этот человек. Да, все для человека, знаешь, такой негатив в России. Там было такое высказывание «Все ради человека, все для человека». Так партия наша любая, не знаю, что. И Чукша приезжает со съезда какого-то очередного, его спрашивает «Ну и что ты там слышала?» «Ой, я там слышала «Все для человека, все ради человека». Я даже видела этого человека». Так что есть разница абстрактный человек или вот этот человек. Вот когда ты становишься личностью определенным человеком. Возможно, да, это значит мир. Давай почитайте теперь. в чем разница между миром и человеком? Они оба представляют собой сущности, однако мир – это не персонифицированная безличная сущность, а человек выражает стремление этой безличной сущности превратиться в сознательное, нравственное, обладающее свободой выбора человеческое сознание. можно сказать, что человек это та же самая сущность мира, ищущая способ превратиться из потенциальной в реальную, то есть то, что человек все это ест и должен все съесть и поднять. Получается, что вся пища стремится изма подняться в мир, стать человеком. Человек это душа мира, что-то, что стало кем-то. Физическая связь между миром и человеком это пища, которую человек берет из мира и помещает внутрь себя, как это описано в Берешит. Вот и лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Еда это мир, который превратился в человека. Нравственная проблема не могла бы возникнуть, если бы в мире был только один человек. наличие двух или более людей в мире создает нравственную проблему, потому что они борются за одно и то же тело, мир. Если я это мир, то ты лишний. Если ты это мир, то меня не нужно. Таким образом легко понять, почему проблема седьмого дня является нравственной проблемой. Много всего сложного. Получается, если есть два человека, если один человек, то вся пища его. Это Адам, которому сказано от всякого дерева ешь. И он должен весь там мир привнести внутрь себя и таким образом поднять его. Но тут возникает второй человек, они, получается, начинают бороться за пищу, за место. Кто на самом деле мир? Ты, мир или ямир? Если человек это мир, человек это мир фактически. Мы что доказали? Он как бы выразитель, духовный выразитель мира, душа мира, как мы говорили позже. То хорошо, да? Но теперь появляется второй человек, он тоже. Как ты можешь быть? Или ямир, или ты мир? Это на самом деле это причина любых конфликтов. Не может быть, чтобы мы оба были правы. Мы разные, да? Даже это не важно, разным или один. Просто наличие двух разных людей вдруг в принципе мало для конфликтов. Не потому что им не хватает пищи, а потому что каждый ощущает себя всем миром. Мир мой. А тут приходит еще кто-то и говорит нет, это мир мой. Есть такой комментарий, да? что вот этот вопрос Каина, да, о Шумер, о Хи, о Нохи, да, разве я сторож брату своему, да, он означает, что это отсылка к тому, что человек сотворен, чтобы возделывать и хранить сад, да? И вопрос Каина, собственно, означает вот этот человек второй, да, который здесь, он тоже часть сада, который я должен хранить, да, и тогда получается, я зря его убил, я должен был его хранить. Или человек, который второй сторож, да, и я теперь с ним конкурирую, да, и я его убил, потому что я не понимаю, кто такой он, да, вот у меня был сад, я его храню, а разве я его тоже должен хранить? Да, да, это очень похоже. Он не может быть частью мира, потому что он тоже себя ощущает как хранитель. Кто это? Это даже не вопрос, кто главный. Да. А на самом деле возникает проблема, чей мир? Твой или мой? И когда их бою? Вот это на самом деле сложное, если не задуматься, это не приходит в голову, но это очень сложная проблема. Как ее можно разрушить? это проблема нравственная. В общем, мне кажется, уже здесь, когда еще нет ученика и не Эбеля, монету подводит нас к мысли, что это главная проблема, которая должна делать. Что с этим делать? Абрам, еврей, первым пришел к сознанию человека, как творение в природе, то есть к признанию Бога, который создал мир с определенной целью. Это осознание носит нравственный, а не интеллектуальный характер. Для сравнения, Вольтер был великим философом, однако между ним и Авраамом есть принципиальная разница. Бог Вольтера никогда не говорил с ним, а Бог Авраама говорил с Авраамом. Наши мудрецы говорят нам, что Аврааму было три года, когда он познал своего Творца, когда он открыл в себе свою сущность как Творение Бога и таким образом сделал явную собственную нравственность. Этот трехлетний ребенок осознал свое бытие отдельным от мира. Удивление и изумление от этого открытия отражали начало осознания Авраама себя как Творение Бога. Отдельным от мира. А разве это не нормально, что любой человек себя осознает отдельным от мира? Во-первых, действительно, это не сразу происходит с точки зрения развития когнитивного детей. Сначала они не осознаются в родине. Вот именно это очень интересно, что вот как внутриутробное развитие, нам говорят, повторяет эволюционное развитие. Это вот развитие ребенка, оно повторяет вот эту проблему. Когда ребенок маленький, он ощущает себя единым с миром. Я и мир для него одно и то же. Постепенно, начало уже рефлексии, способности посмотреть на себя со стороны и так далее, он начинает сознавать себя отдельным от мира. И на самом деле это не так просто. Нам кажется, что это очевидно, да, есть мир, это не так просто. Не каждый человек осознает это до конца. Что значит осознание? Я хотела посмотреть комментарии, я не видела, не помню. В следующей книге Равушкина Зе обсуждает способность человека находить в себе нравственные основы. Находить в себе. Они в нем заложены. И здесь мы не стали на этом подробно останавливаться. Поэтому мы ничего подобного не можем. Вот по поводу того, что мы видели сокрытие Творца, да, как это приводит к нравственным проблемам. Когда Бог сокрыт и невидим, человек в одиночку противостоит другому миру и самому себе. И он должен принимать решение. Его свободный выбор может привести в ад или в сад. Именно сокрытие Творца для установления законов природы обеспечит этот выбор и возможность святости, производимой человеком. Означающим свой мир. Реальность, святость только в противопоставлении будущности и противоположности. Именно сокрытие Творца дает возможность освещения времени, места и человека. Но это в общем и целом, да. Я думаю, что то, что он осознает Абраам себя отделенным от мира, это имеется в виду, что в нем есть, что он не полностью стопроцентная часть мира. Именно в смысле детерминизма, природности и так далее. Что есть в нем что-то еще. Что есть в нем нравственность. Что есть в нем некоторые особые задачи. Кто может смотреть на мир как на задачу, например, как на он творение. Не просто творение, а творение, которое... В котором... Должно взаимодействовать как-то с этим миром, а не плыть по течению. Ну, может быть, так можно понять. Я не сто процентов уверена. Ну, мы дальше сейчас увидим, что он хочет этим сказать. Абрааму не потребовалось чрезвычайных усилий, чтобы признать, что его бытие – это ничто иное, как бесплатный дар того, кто сотворил его и весь природный мир, отраженный в нем. Здоровый человек начинает отделять мир от своего «я» возраст трех лет. Ну, вот об этом тоже пишут, но я позову его. И уже тогда он может выбирать, быть ли подобным Абрааму или подобным природному человеку. Вот в чем разница. Кого природа этого выбора? Этот выбор между двумя вариантами. Во-первых, признать себя сотворенным. Тем, кто получил свое существование в дар от чего-то, что неизмеримо больше его самого, чтобы исполнять свое нравственное предназначение в мире природы. Во-вторых, я творил самого себя. А все, что вокруг меня – это ничто иное, как отражение и расширение моего «я». В обоих случаях человек после трех лет постепенно осознает, есть мир и есть «я». Но как он относится к этому миру – это его выбор. Первый выбор отражает переживание Адама, а его кульминация в Абрааме евреи, который раскрывается в народе Израиля. Второй выбор – это опыт змея, природного человека. И это мы еще обсудим позже. Но мы уже об этом говорили, да, что змея – это природный человек, у которого нет нравственного начала. Если нет нравственного начала, то это как этот самый фараон сказал. Как он сказал? Я его гонил, я его делаю. Я не забыла. Ты помнишь? Нет? Не, не помню. Ну, не важно. Есть такая фраза. Про она. Где же она? У пророка где-то. Да-да, у пророка. Ну, не важно. Народный мир. Не важно. Но суть такая, что я творец самого себя, и все, что вокруг меня – ничто имеет отражение и расширение моего я. То есть на все смотрится своей индивидуальной точки зрения. Как я могу этим воспользоваться? Что мне с этим делать, чтобы получить от этого выгоду? И так далее. Мне нужно идти. Ох. На этой точке тогда мы остановимся. И, может быть, мы вернемся к этому абзацу в следующий раз, как ты считаешь? Потому что он очень… Да, наверное, стоит его осмыслить. Спасибо большое всем. Всегда мы очень точны с окончанием. Не так, как сначала. Поскольку Андрей должен ходить. Спасибо, Нахама. Спасибо, Андрей. Если у кого-то есть вопросы, можно написать в нашем чате, или можно в следующий раз задать. Поскольку мы… Большое спасибо всем. До свидания. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.